Всем привет, с вами Дмитрий Анисимов и Олег Соломаха, и сегодня мы возобновим рубрику игропочвкомпа, почвмашины. Ну что, Олег, скажи всем привет. Всем привет, и давай идем. Мы готовы облажаться в очередной раз, да? Да, сейчас в очередной раз нас обманут, обыграют. Прошло, проиграли в шесть ходов. Да, помню. До сих пор. Это, по-моему, у меня на всю жизнь осталось. Давай Гамбит Фрома, Ф4. Не-не, он не пойдет Е5, я думаю. Так, ну как будем? Как угодно. О, давай Д4. Давай, ладно. Славяночка, вот. С3, да? Или Е3? Е3. А, ну Слон Ж4. Вот это я уже. Когда черный выскакивает Слоном, всегда надо смотреть взятие тут и выпрыг Ферзя на Б3. Тогда конь С3 пока. Ну, с идеей побить, побить и на Ферзь Б3, наверное. Ну, видишь, он уплотнился, конечно. Уплотнился. Учитывая, что он по книжке играет, он еще ни одной секунды не податил, входит моментально. Ну, можно, я не знаю, надо как. Может быть, разменяться стоит СД, а то он где-нибудь просто у нас съест и тут вешет. Ну, съест и в основном входит Слон Д3. Ну, в принципе, логично. Он Е7, так. Ну, в 2 пошли. По крайней мере, уже мы не проиграем в 6 ходов. Так. Если он не бьет на С4, то надо смотреть прорыв Е4. Вот сейчас, если Е4, взяли коню, взяли коню, взяли слоном. Не знаю, выглядит как-то рановато. Потому что после всех этих разменов у тебя побьют на Ф3, и ты не можешь взять на Ферзь, потому что нас потеряется на Д4. Как тебе идея? Вот смотри, Е4, ты пошел, он взял ДС. Да. Ты взял слон, бьет С4, он побьет, слон, бьет Ф3. Если ты вознял Ферзь, он ферзь бьет Д4. Еще и на слона нападет, да. Рано. Я тебе про ничего не говорю. Вот, да. Поэтому можно сыграть СД. Не знаю. Ладно, попроще. Задумался. Ну, конечно, спешка ЭЦ. Ну, теперь слон Д2, наверное. Ну, конечно. С2, подиа С1. Конь С6. Так, А3, наверное. Нет. Слон на Б1. Слон на Б1 можно идти. Или на Е2. Е4 пока нам нигде не дают. Сыграть? Мешает, да. Ну, А3, наверное. Надо все-таки его как-то немножечко убрать. Ну, он не особо убирается. Ну, если мы хотим защищаться, то есть наша цель продвижаться как можно дольше, то слон Е2. Нет, наша цель выиграть. Это отлично. Ну, слон Е2. Все. Плата, стоим. Нигде ничего не повисло. Конь Е4. Ну, если он возьмет такого слона, я буду только рад. Ну, бери. На Е4 можно взять. Потом конь H2. На разминчике? Да, на разминчике, конечно. Может быть, как-то защитим с этим венчиком. Это я что-то сомневаюсь. О чем задумался? Я думаю, у меня какая-то мега комбинация будет. Конь Е2. Веш 2. Б3, слон С3, да? Слон С3 встали на мягку, да. Нормально. Да, чтобы там где-то удар на А3 не подготовил. А, он Е5 рванул. Ну, это нам нормально. А, он потом конем на Д3 хочет. Слон С3 можно встать. Сейчас. Просто если мы сразу берем, он конем на Д3 вклинивается. Не, бредку. Надо так. Я говорю, да. Нельзя отдавать. Взяли. Взяли, пешкой. Коня бы на Е3 нам переставить. Ж4, да? Да. Конь Ж4 не дает. Ладья Д1, конь Ф1, конь Е3. Да. Он что, поехал нам это, атаковать нас? Атаковать поехал. Ну, давай попробуем ладья Д1 все-таки. Мы же получили квадрат. Или ладья Е1, чтобы он Ф4 не толкнул. Давай ладья Е1. А, на Д4 еще. А, ты на Д4 же отдаешь. Тогда не отдавай. Ладья С, тогда может быть Д1. Ладно, у нас тут слон стоит. Он на ту линии загораживает. Давай реально, вот так. Он там мало чего делает. Ну вот начинается классическая игра компьютера против слабости Д4. Это не очень весело. Ферзь Е3. Так, ладья Е1 он взял, взял. Ферзь Е3, ладья Д8. Здесь надо уже искать какие-то возможности. Контратаку, что ли, не знаю. Он на какой контратаке пока... Мы с тромпом играем. Мы только контратакем с тобой. Мы зажаты. Нет, но брать им пока на Д4 вряд ли чем-то сможешь. Мы же, может быть, в ладья Д2 сыграли. В ладья Д2 сыграли. Не, но может, конец нападениям на ферзе. Но мы побьем, и уже слон будет связан на вторую ладья. Да, в ладья Д2 тогда так. Держимся. Давай, в ладья Д2. А у него слон G5 какой-то есть, я не знаю. Вот, а к чему мне пришло в голову, слон G5. Слушай, он читер. Ты ему поставил сколько секунд, а он уже сколько? Две на код. Ну что, вторую? Вторую. Тогда слон G5 он сыграет. Да, ты там точно сыграй слон G5. А у тебя на слон G5, F4... Нет, бред. Брррр. Ферзь H5, G6. Держимся. Смотри, уже сколько продержались в ходу. Ладно, ладно. Ну, конечно, да. Ну, смотри. Ну что, мне на C2 идти куда еще? А где C2, да. На C2, да. Ой. Это он куда полез? Не знаю. Смотри, у нас есть возможность как-то скинуть пиршку на G5, например. Я вот это сейчас смотрю. У нас конь какой-то вот этот, в осадке. Вот этот. Хотя, подожди, пока у нас все защищено. Подожди, сейчас у нас пока все защищено. Надо коня выковыривать. А, конь D4 грозит. Конь D4, ладья D4, ладья D4, слон D4 и ладья C2. И на C2, да? Да. Может, реально скинуть ее? Д5 только ходить, видимо, единственное. Отдавать. А потом пойдем отставить. Ну, а что делать? Больше ничего не остается. А, он даже не берет. Видишь, что? Какой хитрый, а? Железяка, да? Да. Хитрый. А если ладья D4? А, ждите. За идеей ладья B4. Так, слушайте. Он просто хочет взять конем. На D6 он сыграет конь D5. Я говорю, поэтому ладья D4. За идеей ладья B4. Ну, давай ладья D4. Но он сыграет конь бьет D5. А, и да, и все мои идеи. Слон G7, бред. Блин. D6, конь D5, да, ты говоришь? Можно же сжечь и вообще какой-нибудь рвануть. Не, G4, он F4, F3. И нам там он будет готовить. В итоге, на он амад поставит. Ну, тогда ничего не остается. А ферс H5? Вадь D4, конь D5. А ферс H5 ладья висит. Чувак. Я хотел ферс H5 выскочить. У нас ладья висит. С другой стороны ферс H5. Да, у нас обе ладьи висит. Нет, у нас позиция абсолютно проиграна, конечно. Но мы держимся. Мы будем держаться. Ну что, давай ладья. Что получается? Ладья D4, да? Вон, давай. А что делать? Да, вот. Ну и какой-то ферс D1. Нет, подожди. Ферс D1 вред, наверное. А с другой стороны, а что делать? А что делать-то? Сейчас что-нибудь придумаю. Да мы должны тут его обыграть. Нет, это все ужасно. Ну, F3 D1, наверное, позволяет как-то держаться. Давай еще, кстати, в конце тоже с движком посмотрим, соответственно. Какая была оценка для зрителей, да? Ага. Понятное дело, что мы проиграем. Да это очевидно, блин. Это же стокфиш. А, еще и даже и стокфиш. Подожди. А, ну мы там словно же пять держат. А, так мы вообще сразу проигрываем, получается. Нет, подожди. Взяли пешкой, взяли. Нет, почему не могу ладью. А, мы проигрываем все равно. А, ладьей связано. Ладьей все равно проигрываем. А пешкой? А пешкой, если... Он съест просто на D4 и потеряем мы ладью. В общем, пора сдаваться. Все, а если я шарфом возьму сюда? Он бьет ладьей. Ферзь аж... Сложно. Все висит, короче. Но сдаемся. Ладно, сдались. Сдаться, да. Двадцать пять ходов. Ну, давайте посмотрим. Так. Сейчас для Д1 был ход под себя. Да тут вся игра была под себя. Учитывая, что он с компом. Так. У нас дебют. Вот слон G4. Не любит вариант. И у нас лучше. Сд3, да. Е6. Ну, а толку, что у нас лучше. Да, у нас слон D3. Ну, ракернули, ракернули. И... Слон D2, D3. Как ты, он меня попугай. Так, мы побили. И позиции равные. Равные, по его мнению. Ну, попробуй удержись с ним, да? Это равные. Слон D2, да. Прощение до хорошего не довели. Не довели. Ну, пока равенство. Так. H3. Но он говорит А3 все-таки. А мы как сыграли? Мы сыграли слон Е2, и это ошибка уже. Конь Е4, да. Ну, да. Вступили кукле Е4, да. Взяли-взяли. Взяли-взяли. Конь А2. Традиция у нас не очень хорошая. Конь А2, правильно сыграли. Ну, а что еще там? Выбор из двух ходов. Так, так. А, Ферзь С4 надо было играть. На разминчике. Е5, видишь, прорвался. Да, на разминчике. Ферзь С4. Да, надо было Ферзь С4. Ну, ладно, дальше поехали. Е5, понятно. Слон С3 мы сыграли. Надо было убить все-таки. И, видимо, терпеть коня на С3. А так ЕД, ЕД. Минус полтора уже. Да, но получили стандартную классическую просто пешку. Изолированную. После чего нас мастерский компьютер раскатал. Да, оценка вот все уменьшается. Ну, то есть у него... О, а уже минус два с половиной. Да, компьютер не ошибается. Ну, а то он и компьютер. Ферзь С4 еще неприятно. Конь Ф1 в конике надо было. Надо давать пешку на Д4. Ну, я вот думал, надо было его выковыривать. А мы Д5. По второй линии, кстати. Конь Е7. Аж 4. Ух ты. А, с идеей просто лазей на Д2 впилиться. Да. И держаться. Ну, блин. Такой в голову не пришло. Тем более, что он на А4 мог просто отойти с лону А6. Да, кстати. А ладья Д4... Минус 371. Хотя, может быть, на А4 и слон А6 как раз ферзь Д1-то и был ходом. Потому что уже не водя не была защищена слоном. Вот в чем разница. Вот это? Ну-ка. Вот смотри, слон А6 если поставить, то тогда ферзь Д1, наверное. А как ферзь Д1 и слон А1? А, ну водя Д4 я имею в виду. Конь Д5 и водя Д1. Ой, ферзь Д1. Да. Видишь? Видишь? И теперь ему нельзя брать на С3, потому что на Д8 висит с шахом. А там... Да, кстати, тонкость. Но все равно тухло он пишет, потому что он Е3 просто срывает. Е3, да, прорывает. Ну, в общем, все понятно. Ну, а ладья Д4... Так. Минус 10. Все. Это финиш. Да. Ну все. Скажем спасибо зрителям и начнем новую партию. Да. Всем пока.